приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мы сегодня ответим на вопросы и на пожелания наших зрителей огородников которые просят рассказать как огурцы переваливать в большие горшки и каким образом можно из больших горшков потом посадить вот я хочу показать вам сам принцип вот у нас в таблеточки есть если же у вас не в таблеточки растения здесь огурчики арбузики ой вот смотрите я экономлю место потому что много всего окон мало и вот я вырастила огурчики да они у меня уже видны что растут и и хорошая корневая система и если далее что мы делаем можно в этот маленький горшочек положить но огурцы очень быстро развивает корневую систему я делаю по-другому чуть чуть больше меня заранее заготовлена уже земля садовая земля и смотрите мы высаживаем огурчик в такой горшочек значит здесь объем где-то больше пол литра где-то 700 миллилитров вот и этот огурчик дальше будет расти но он у меня находился в таблеточки уже где-то не 10 я сэкономила место на окне и у нас холодные то жаркие то холодный период и смотрите огурцы очень быстро заплетают корневую систему и потом пересаживать из такого горшочка очень легко но как же пересаживать дальше потому что холодно будет до конца месяца это абсолютно точно до 5 мая а там еще надо будет время для того чтобы аж в середине мая 2 половина мая высаживать огурцы и не терять время что делаем у нас есть разные большие горшки но здесь я на примере вам покажу вот есть горшок это 3 литра у нас есть видео я сейчас вам покажу мы с александром федоровичем подготовили в прошлом году кабачки так выращивали и будем сеять кстати снова же в таблеточки или маленькие горшочки а затем перевалку делать и доведем перевалку до момента вот больших горшков у нас есть еще больше горшки что нужно для этого вот принцип его нам нужны будут вот такие плотные кусочки вот этой пленки можно если она тонкая несколько слоев сложить вот и нужен большой горшок здесь у нас есть видите куда вода есть дырочки куда вода лишняя будет вытекать можно тоже вдвое сложить и вот таким образом я знаю примерно смотрите у меня должны быть вот эти хвосты оставаться вот они принцип хвосты нужны будут для того чтобы потом не повредить корневую систему меня там спрашивают сейчас наши зрители я сразу показываю серединка и здесь я прорез делаю вырезаю для того чтобы вода лишняя могла вытекать можно ли в целлофановом пакете конечно можно но дело в том что вы будете переносить и нарушать корневую систему но если вы целлофановый пакет вложите в ведро допустим и потом будете перевалку делать снова будет все равно нарушение корневой системы поэтому я беру вот эти такие куски у нас уже вот один есть видите дырочка получается вода лишняя будет вытекать будем поливать ну и эту тоже еще где-то серединка чтобы было чтобы вот эти хвостики у нас были свободны чтобы мы могли их потом использовать именно для посадки сейчас тоже будет все я прямо в архиве нашла мы сохранились прошлого года вот и вот таким образом у нас готовый большой горшок и теперь у нас есть допустим уже будет готовый огурчик да он будет готовый и корневая система хорошо уже заплетется будет подниматься выше и выше расти но нельзя еще высаживать в открытый грунт или в теплице поэтому мы вот вот большой горшок и теперь засыпаем так надо так чтобы по центру было вот видите дырочка есть свободная но все зафиксировала и засыпаю землю вот таким образом но и оставляю место я сейчас его не буду пересаживать корневой системы нет я его просто временно посадила и потом выбираете вот место чтобы вот столько было чтобы огурец был по уровню вот этого ведерка посуды и засыпаете все вокруг засыпаем вот этой земелькой которую у вас это и земля может быть садовая дерновая все что у вас есть но обязательно должна быть добавка земли который будет расти этот огурчик в огороде и в теплице посмотрите вы будете его снова же выращивать кабачки и огурцы так выращиваем и вот когда вы будете поливать здесь земля уплотнится и видите как легко чем больше надо больше еще делать хвостики но вот все равно смотрите эти хвосты затем можно легко использовать для того чтобы перекладка потому что большой горшок как его переложить если этот можно легко да вот видите каким образом а большой не ну никак нельзя без вот этих хвостиков которые у нас вот здесь есть в этой посуде давайте мы вам покажем что мы делали как мы высаживали уже готовый готовые растения кабачка и посмотрите как это все происходит всю технологию и так помните мы высаживали кабачки именно вот эту пленочку используя и сейчас как раз мы переложим вместе с пленочкой и будем вытягивать эту пленочку ну естественно утром я немножко полила а теперь берем за ушки вот эти и переставляем вот такая красота переставляем его сюда бочку вот давайте посмотрим смотрите какая хорошая корневая система замечательно польем да чтобы легко вот почему поливаем потому что нужно вытянуть сейчас вот эти пленочки вот это самое сложное было объяснить и понять как же все таки оставить ком земляной целым вот и теперь аккуратненько один поддерживает другой вытягивает ну давай вот эту вот бери вытягивай не надо особо там вот это все вытягиваем надо конечно две пары рук все смотрите растения цельные корни все вот чем прелесть вот этих больших емкостей растения уже тепло она себе сформировала но мощную корневую систему и в бочке очень хорошо бочки прогревается хорошо земля вот она уже здесь находится ну а дальше я буду вот этот земляной раствор своеобразный то есть дерновую землю вместе с одобрением сейчас буду просыпать вот это засыпать вокруг вот этого растения получится у нас вот здесь по бокам у нас вот эти остатки будут дальше перегнивать они кстати и будут прохладное время утеплять если вдруг будут холодные циклоны я просто напросто сверху агроволокну а по бокам видите у нас будет вот эта структура которая будет согревать корни вот я очень довольна и думаю что вы уже увидели что это легко и просто посмотрите корешочки весь ком вот это объем 8 литров и все это 8 литров занято корешочками и плюс земля сплюснулась собралась потому что корни собрали собрались в этом месте и я поливала его вот таким образом растения развивалась готовилась и смотрите мощная уже корневая система мощный стебель растение только начинает теперь расти и сейчас кобачок у нас посажен где-то сутки даже больше он будет я в конце скорпиона польет потому что дальше там стрелец и жара у нас устанавливается хотя бы сутки двое суток нужно чтобы адаптировалась растение во-первых хотя он закалялся ночью спал уже на улице будет адаптация вот здесь на новом месте и затем будет полив вот такая сегодня тема и мы поделились с вами вот результатами самое главное чтобы корневая система не была не нарушалась в процессе роста чтобы здесь корневая система была целой и формировалась и вот это нам помогает вот эти как раз вот эти хвостики эти вставочки из пленочки перевалка очень важно будет это актуально можно сеять в маленькие горшочки пока если у вас место есть и позволяет если нет таблеточек то естественно начинайте с маленьких горшочков чуть чуть позже пересаживайте уже в таком виде в больший горшочек и затем уже в большой есть старые бедра есть кастрюли какие-то общем есть разная старая посуда которую мы используем и затем уже из этой большой посуды в теплице уже остается потом теплее будет мы их уже не будем заносить ну а пока мы вот таким образом с таблеточки и не только таблеточки сейчас вот буду уже сеять вот такие горшочки очень много семян таблетки заканчивается и вот это можно очень легко и просто сделать потом даже раннюю рассаду и бахчевых культур и в то же время тыкву кстати можно тоже таким образом наращивать и затем пересаживать уже когда почва прогреется и температура будет нормально высаживать в открытый грунт или же парнике или в теплице снова же каждого свой вариант сегодняшний выпуск как всегда подготовили раиса горяченко и александр волик мы вам желаем благодатной погоды мира вашему дому и добра и благополучия хорошей погоды хорошего урожая всего доброго пока пока и